чем отличается молитва от моления молитва это одна в частности а моление это в совокупности все богослужения молитва слова отцу и сыну молитва отче наш молитва а в молении участвуют там молитвы разные и аникия василия великого и она за то что это все моление так давай скажите как у вас самочувствие на чем самочувствие ваше как какое-то слово не пойму как вы себя чувствуете чувствую радостное благодарное богу за все вот сейчас готовлю большую тему кто-то один сегодня запросил противосектантские материалы я начал заново смотреть и хочу улучшить а улучшить это означает но еще мне часа 4 нужно уже с утра считать сижу спаси христос помоги вам мои мы читаем во второй книге паралипоменон девятая глава царю соломону год приносили золото шестьсот шестьдесят шесть талантов это как то можно какие-то параллели провести с 13 главой и она богослова некоторые в англии считают 13 чертова дюжина и поэтому 13 этажа нету одиннадцатый двенадцатый и сразу 14 и квартиры также вот не надо быть такими никакого значения это не имеет это цифра а иные смотрят вот шестьсот шестьдесят шестой километр от москвы ну там аварии будут ничего не будет тем более не цифра какая-то с антихристом связана а которая зашифрована здесь а поэтому и сыпро то ничего не значит я думал что какой-то может быть духовный смысл в этом есть не надо как начинает вот столько-то пошел там 130 больших рыб от 100 то 30 тоже нет этого ученики не спрашивали и нам не надо спрашивать столько он было было бы 668 что два золотих а нам дадут что ли нет конечно понятно спасибо аллилуйя будьте твердые не бойтесь ничего не черные кошки не бабу с пустыми ведрами ангелина хочет вопрос задать игнать тихонич да пускай дает я с радостью приму ну-ка кто-нибудь переводчик там давай николай сколько у вас голубей и котиков кошек куку кошек маленьких эту маленький говорю у нас сейчас у меня две кошки там под этим под трапезной две кошки 4 один котик там живет муку охраняет 5 у надежды васильев 6 6 кошек а голубей у меня в комнате 2 голубя то вывелися а на улице уже мороз и я в комнате у меня коробка специально я два раза в день их выпускаю по часа под вами у меня гуляют вот а нынче большая неприятность там потеряевки оставил 25 голубей а кто смотрел и даже не заметил что они убывают осталось 8 ну какой то хорек или колонок повадился и главное я увозил туда самых породистые голубей и теперь там нету их вот столько у меня голубей а здесь у меня 10 12 белых и 2 черных 14 голубей надо мной на чердаке специальные голубят я железом обшитая вот и считай сколько в комнате 2 да там 14 16 а там 8 ну и получается 24 так еще вопросы у нас один котик ну хорошо берегите его у нас я не знаю вам нужен или не нужен а у меня то везде зерно семечки и поэтому мыши крысы окошки здесь ни одного мыша нету тем более у меня продукты всегда были для детского лагеря мука макароны и там котик один с улицы мы его прикормили и он прямо на мешках спит и нынче ни одного мешка не прогрызли на у меня есть песня поется про кошек и про голубей если надо я скину вам мои слова а виктор николаев савченко положил на музыку и поется играет и поет мир вам и знаете тихо миром маргарита слушаю маргарита у нас с домом все очень сложно все очень дорого я прям в отчаянии не знаю что делать у нас получается но мы же возле краснодара хотели взять даже если брать там за 50 за 70 километров вот дома четыре с половиной это недостроенный то есть там нужно будет полы стелить стены потолок натягивать вот маргарита не торопись подожди понятно не торопись меня там нету я бы не пошел на такой посмотри какие у тебя будут неприятности самое лучшее когда деды рядом но они не верующие они детей испортят не знаю надо на месте смотреть и примириться со всеми и как-то на этой волне и выйдешь никуда не отделяйся далеко от своих родных не приведи бог заболеть и дети повиснут ну вот и и как раз я не договорила но то есть вот тут возле краснодара дорого покупать и ну как вариант я уже думаю может быть вернуться в станицу делать у нас родители дедушка с бабушкой и там есть земля участок земли и вот получается стройку начать то есть в принципе вот с квартиру если продадим этих денег ну хватит чтобы что-нибудь построить вот нужно родители это хорошо но это будет прям рядом вот соседний план с родителями никуда не отдаляйся от родных не отдаляйся вот и наоборот мастись ближе потом может они обратятся молиться будешь веди себя скромно опускай голову и взор потуплены к земле ну слава христу в общем я рада благодарю вас и наде аллилуйя не ударяйся никуда а то у меня так тяжело на сердце было но мы же вы молимся за всех которые здесь молятся благодарю вас аллилуйя все отошел никого больше нет игнати технович ой мир с миром ну давай екатерина да да как быть жене верующей православной подчиняться мужу пятидесятнику да как тебя угораздило туда вот так вопросах вера не подчиняйся они бесноватые все сто процентов обеснования никак а если у детей с собой туда ведет на их не собрание как мне быть а вот тут уже вопрос к дети сколько возраст какой одиннадцать пять и два ну ладно одиннадцать и главный что вы ему можете дать лучше чем у них собрание вот и вопрос занятий детских там у вас нету православных ревнуете это очень хорошо молитесь и как-то с детьми говорите и чтобы дети ходили в церковь дома занимаетесь это вопрос очень сложный это даже не скажешь насколько он сложный какие ваши отношения с мужем вы их не будете давать не будете ему давать их он что вас бить будет ну так вот как-то давай переломи эту обстановку дети будут ходить со мной у нас только стандал у нас мы живем мирно но только стандалы получается из-за веры что о что я в православии в церковь их веду а он значит прививает свою вот эту вот ересь так екатерина ты можешь меня с мужем свести да так я вам писала он же никак не хочет то соглашается то боится но я понимаю что это но силы вражеские не дают вам связаться вы скажите что я православный такой который получил библию пятидесятников я у них с кафедры проповедовал ему это может быть как-то он бои я думаю что он просто боится вас что вы его а перешмете что ли как это ну не будем говорить как но только сто пятьдесятники мне очень хорошо известны я очень желаю чтобы вы побеседовали с ним но все зависит от него от его желания а он не желает а он не желает откуда знаешь жена не обратишь ли мужа павел говорит хотя бы обязанность это не поставлена конкретно и в то же время есть надежда если он не верующий откуда ты знаешь что и обратиться может быть апостол павел первом послании коринфянам об этом пишет ну все тогда отошел а ушел